Зима 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 После врача-гигиениста, как правило, вступает в работу врач-терапевт В своего рода командный подход В задачи врача-терапевта входит пломбировка зубов, эндонатическая подготовка зубов Те зубы, которые подлежат ортопедической коррекции, естественно, они готовятся эндонатически То есть проходятся каналы, делаются определенные условия для постановки культевых вкладок С последующим протезированием этих зубов под опорные какие-то элементы или конструкции, которые уже, естественно, обсуждаются с врачом-ортопедом Сегодня остановим более пристальное внимание на имплантологии, разделе стоматологии, которая занимается восстановлением функций утраченных отдельных зубов или группы зубов Традиционные методы протезирования не слишком эффективны при полном разрушении зуба В этом случае лучшим и часто единственным методом восстановления зубного ряда оказывается дентальная имплантация, которую проводит хирург-имплантолог Люди после 40 лет, как правило, у этой части людей где-то две трети зубов сохраняются Ну, имеются включенные дефекты, то есть то одного зубика нет, то двух зубов нет Естественно, для этих пациентов более удобно предложить дентальную имплантацию То есть место, допустим, мастовидного протеза или ортопедической конструкции Которая включает в себя обработка соседних зубов с целью нагрузки Но для этого нужно как бы жертвовать здоровыми зубами, чтобы поставить полноценный мост на две опоры И большая часть людей, имея и так уже две трети зубов здоровых, естественно, не всегда соглашаются на чисто ортопедическую коррекцию Поэтому этим пациентам нужно предложить с их включенными дефектами Именно установить дентальные имплантанты, не повреждая соседних зубов С учётом того, что через определённое количество времени на эти имплантаты можно поставить какие-то ортопедические конструкции Врач-имплантолог – это как раз тот специалист, который поможет при потере зубов частичной или полной Именно он занимается восстановлением целостности зубного ряда с использованием современных методик проведения имплантации В стоматологии имплантология позволяет замещать отсутствующие зубы специально изготовленным имплантом, выполненным из особого металлического сплава Дальше. Те же коронки на имплантатах могут быть нескольких видов То есть металлокерамические коронки, то есть основа металл, а поверхность покрывается керамикой, так называемой То есть керамика спекается после подбора определённого цвета полостерта И делается форма определённая, которая соответствует зубам-антагонистам И цвет подбирается, который соответствует тем зубам, которые присутствуют в полостерта Есть, допустим, диоксид циркония, так называемый То есть вот эта конструкция, на которую наносится керамика, она выполнена из белого металла, который называют диоксид циркония Считается, что в косметическом плане это более функционально, и в косметическом эти зубы смотрятся более живее в полостерта И более естественнее, чем в отличие от металлокерамики Дальше есть более дешёвые варианты Пресс-керамика, но в плане долговечности и функциональности они, естественно, уступают Стоматолог-имплантолог специализируется на восстановлении дефектов зубного ряда благодаря имплантам Которые он самостоятельно устанавливает в ротовую полость пациента А сверху закрепляет коронки, внешним видом, ничем не отличающиеся по цвету и форме от настоящих зубов Помимо восстановления целостности зубного ряда, этот врач также занимается фиксацией съёмных зубных протезов на имплантанты Данная процедура проводится только в случае, когда костная ткань рассасывается И носить протез зубов без дополнительной точки опоры для пациента становится невозможным Иплантаты устанавливаются в костную ткань, а сверху на них закрепляется протез Как хирург-имплантолог я могу сказать, что для беззуба челюсти как на верхней, так и на нижней Нужно установить несколько определенных конструкций имплантатов, которые будут хорошо фиксировать этот съёмный протез Мало того, что этот съёмный процесс будет изготовлен в облегчённой конструкции То есть он не будет закрывать нёба, у него не будет больших границ И практически в косметическом плане и функциональном это вполне устраивает этих пациентов Особенно которым после, допустим, 60 этих, естественно И материальный затрат, естественно Минимальное количество идёт имплантатов и съёмная конструкция на этих имплантатах В последние годы медицина сделала несколько семимильных шагов вперёд Так уже учёные получили новый вид стволовых клеток, которые способны буквально в течение одного дня Воспроизводить клетки и ткани практически любого органа человеческого организма Исследователи надеются, что их открытие поможет сохранить жизнь тысячам пациентов, нуждающихся в донорских органах Конечно, своему респонденту мы не могли не задать вопрос А станет ли возможным когда-либо выращивать не только органы, но и зубы? Мы можем взять какой-то элемент кости, собственно, у этого больного И перенести его там, где его переизбыток, на место, где его дефицит Это всё делается одномоментно и достигает, так называемых, хороших результатов Мало того, так называемый, есть тромбоцитарный гель То есть забор берётся венозной крови у пациента Специально центрифугируется на специальной установке И получается, так называемая, жидкость, богатая тромбоцитами Которая обладает перечисленными качествами И участвует в построении молодой кости Мало того, что этот тромбоцитарный концентрат Можно в определённой пропорции смешивать Как с ксенотрансплантантами и аутотрансплантантами Естественно, смотря какие цели преследует хирург Поэтому мы достигаем очень больших результатов Хороших в плане восстановления кости И создания оптимальных условий для установки имплантата С последующим протезированием на них И так бояться не стоит, говорят специалисты Если, конечно, за помощью обращаться к профессиональным стоматологам Которые работают на современном оборудовании Используя передовые технологии и опыт, накопленный годами Получить красивую улыбку можно Главное, вовремя обратиться к специалистам за помощью Вот уже три года в Ишкарале работает медицинский центр нового поколения «Ситимед» Общая площадь клиники более полутора тысяч метров Это один из самых крупных для Ишкаралы частных медицинских центров Клиник рассчитан на полный объём амбулаторно-поликлинической помощи В том числе оказание помощи на дому Терапевт, гинеколог, уролог, проктолог, онколог, дерматовенеролог, травматолог-ортопед, кардиолог Приём здесь ведут более двух десятков специалистов В том числе и врачи-стоматологи Предоставляя своим клиентам широкий спектр стоматологических услуг Стоматологическое отделение клиники «Ситимед» оказывает широкий комплекс медицинских услуг Таких как терапевтическое лечение, хирургическое лечение Такое, как зубосохраняющая операция и имплантация Также оказывается стоматологическая помощь детям от 2 до 18 лет В том числе ортодонтическое лечение, то есть исправление неправильного прикуса А также в клинике сформирована собственная служба выезда Которая предоставит услугу выезда врачей на дом В том числе заборы анализов на дому и в офисах Помимо этого в «Ситимед» можно обратиться, чтобы оформить больничный лист Получить справку в лагерь, бассейн или на санаторно-курортное лечение Медицинский центр «Ситимед» Город Ешкар-Ала, улица Карла Маркса, 140 Всю дополнительную информацию можно получить по телефону 8 800 754 11 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова